Здравствуйте и добро пожаловать в очередной эпизод Neverwinter Nights, прохождение такой нашей дорогой базовой компании, которая тянется уже довольно долго и я в прошлый раз собирался направиться в это место, место безусловно интересное, как вы видите есть у нас алтарь, я не знаю что он тут значит и кто его вызвал, но как я ранее наверное уже говорил мне это дело определенно совсем не нравится, учитывая то что тут рядом была целая банда культистов от них непростых, поэтому я наверное его все-таки изничтожил и посмотрим чего это кончится только вот может быть не стрелами, а чем-нибудь более экономичным, я сказал более экономичным а да, ребята здесь совсем не позитивно настроены этого товарища мы изничтожили пентаграмму никакой да и магических знаков каких-нибудь рун тоже нет языков шла до мне не то чтобы очень надо если честно но пусть будет пара штук вот не помню проверял ли я окрестные трупы с этой стороны нет не проверял значит этим мы тоже поживимся немножко а потом направимся внутрь потому что там в пещере находится очередное золотое золотое это хорошо я бы даже сказал замечательно вот что менее замечательно это когда целая куча тварей а вон там давайте мы посмотрим где лину или здесь поблизости а значит я вполне могу скастовать где-то моя торн т.к. это конечно все довольно примитивно но некоторые бонусы нам не помешают крюк ужаса а теперь я можно сказать готов надо как-нибудь подвигаться и бить их вплотную потому что они очевидно не такие сильные ну и кроме того есть еще одна причина которая заключается в том чтобы словить их фокус на меня и все внимание потому что вот она долго обычно не живет а это что за лунья фантемные монстры понятно значит они пришли или на туда и там скорее всего есть еще так что мы несомненно отправимся на поиски и разведку тем более что еще одни древние руины тем более что вход так милому подсвечен амулет перевода любит на давайте положим сюда пока что что касается записок заметок так здесь у меня уже все забито а что касается этого это полезный предмет по хорошему его надо бы куда-нибудь переместить честно говоря перемещать его особо некуда поэтому пока что он будет здесь давайте в любом случае прочитаем эти небольшие записки до которые изодраны и по большей части залито кровью но однако кое-что здесь все-таки можно разобрать и из этого видно что с больными лучше не связываться потому что пока ними на данном этапе с ними ничего не сделаешь но двигаются они довольно медленно так что при желании можно ретироваться это хорошо следующее касается заметка какой-то странной волшебницы в саду которая не хочет говорить но может быть я ее разговорю кто знает и третья заметка она я бы сказал она довольно таки запоздала я поскольку к тому времени как этот товарищ решил и понял что ему пора уходите в общем то как видите судя по трубку до двери ему удалось наверное добраться но к сожалению перебраться уже вряд ли с этими ребятами мы говорить явно не будем так и давайте снова скастуем наше дорогое хозяйство я давайте еще раз а вот теперь можно продолжить не только учитывая что он уже так близко давайте мы каплимус вот так отделаем и нет на таких сильных скелетов простенькие заклинания разгон лежите не действует даже в виде страха и временной раб голема а вот с рыбами мы наверное могли попробовать побеседовать как вы считаете я все сделал да и на суде посмотреть тоже можно мне конечно нравится мой амулет но ради такого дела временно конечно же его поменяем и что у нас было здесь просто немножко золото что касается молнии я не просто это видение не может общаться со мной это плохо это очень хорошее зелье почаще бы собственно говоря и и здесь у нас проход дальше но дальше я пока не собираюсь идти ловушка но тут дело такое казалось не существенное сколько мне весом 30 что ли урона по сравнению с тем что у меня есть не так уж много порой ловушка может вынести большую часть здоровья что конечно в такой ситуации когда вокруг враги может окончиться весьма плачевно и давайте заодно продетекте это колечко стойкости плюс 4 спас броски стойкости у меня что-то такое похожее есть вроде как защита и стойкости плюс 1 у ребята как долго я вас ждал недавно хотелось прообретить его на что-нибудь хорошее тоже из разряда спас бросков и наконец-то я могу это сделать поскольку торговца по крайней мере тех которых я проходил ничего такого подобного не видел а значит эту дешевую хрень мы можем теперь продать как-нибудь потом а этим наслаждаться это большое спасибо но наверх я пока не пойду а исследую пространство посмотрим можно ли я вряд ли это возможно ага снялась и понятно значит до того как мы сюда войдем нам нужно добраться до трех парнишки так понимаю живых ли не очень вот похоже мне сюда надо эти попробуем до троху урона похоже все-таки она наносит или нет по консоли этого не скажешь по крайней мере спецэффекта на месте и давайте попробуем поговорить и вы видеть какой-нибудь информации я то есть живых а он похоже всего лишь призрак которого почему-то что-то удерживает здесь до сих пор в этих древних руинах до двух обреченный быть рабом созидателей даже после смерти понятно душа привязана к этому месту даже после того как сами созидатели уже то ли пачили то ли заснули на по крайней мере здесь они не находятся к счастью но вот с горелыми к сожалению такой удачи нам не грозит в ближайшее время слово власти значит я по адресу пришел должен же быть какой-то способ победить их верно несмотря на магию его захватили в рабство когда големы только создавались тысячи десять лет назад големы соответственно были сотворены без изъяна а чтобы победить их придется отправиться в прошлое когда созидатели еще жили из изъян этот как-нибудь сотворить то есть саботировать производство так сказать в процессе и разработку дай в процессе конечно же забрать слова власти признаться я не совсем уверен насколько это успешно будет и удачно но давайте мы по такому случаю сохранимся и надо подумать с чего начать нигде не туда мы не пойдем будем мы отправиться туда все штуки небольшой сад окружен полупрозрачным магическим полем которое мерцает над твоей головой сквозь него видно открытое небо любопытно и та самая особо если я не ошибаюсь давайте сохранимся по такому случаю передохнем и может быть чего-нибудь такое скушаем до величие орла это нам в разговоре теоретически может помочь ли всем случае стоит попробовать здесь ничего такого влияющего на сголовьем и в основном амулите нет так что давайте возьмем и поговорим кто извините я вас не заметил я была слишком увлечена созерцанием потока времени так легко потеряться в его парадоксальных течений если так можно выразиться я спать и сам совершенно оторваны от этого потока времени судя по тому что вы находитесь здесь наверное рискну предположить довольно давно и что вы здесь сделаете если не в двух словах ага время значит ты мне теоретически можешь помочь передвигаться может быть да мы действительно никогда не встречались сапфира это грубовато посмотрим туманная тема это еще слабо сказано в этих руинах да здесь место такое мутновато я скажем прямо совершенно неопределенное так что загадок здесь я думаю сколько угодно какая область в которой вы можете перевернуться во временном потоке и отправиться в прошлое но не вперед по крайней мере пока не вернетесь в темпоральную реальность из которой вы прибыли как раз то что мне нужно не поможете ли мне в этом маленьком эксперименте я видел эти часы но я не знаю как запустить может подскажешь что нибудь задание ну конечно же не бесплатно какое задание семена понятно значит я беру эти семена сажу их и как раз десять тысяч лет разницы и к этому времени они должны заплодоносить довольно изысканно скажем так но поскольку наши цели совпадают по крайней мере частично то почему бы и нет блокнот спасибо кристаллы времени да это штука которая не так уж легко пользоваться хорошо хорошо что нибудь о стражах это точка зрения я уже слышал и про созинательный да ребята неприятные ну чтож по крайней мере мы передохнули да и теперь можно более-менее продвигаться дальше здесь я посмотрю в этой локации хоть и безопасной но немножко бесполезное ничего нет а значит мы включаем обратно карту и солнечные часики как раз то что мне требуется дайте я буду разобраться куда мне идти надо такие очевидно портал и эти ребята через через двери закрытые ходить к счастью не умеют это приятно уникальная способность интересно автоматически будет использоваться или как ну в любом случае попробуем прорваться как-нибудь похоже не удастся может быть теперь и попробуем сейчас так сейчас так на часиках привет 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 ему не рабы кстати говоря спасибо очень вовремя сейчас мы его живенько отделаем этого древнего повелителя в таком парализованном или полутненном виде они не особо то и опасно верно 8 они не успели добавить ладно меня это вполне устраивает давайте по такому случаю сохранимся автосейвом я не особо то доверяю еще один интересно он может потребоваться здравствуй местный житель не особо высокого класса и я не беглый раб потому что у нас тут знаете в будущем или точнее в моем настоящем несколько другие порядки огромное хранилище она будет охраняться магическими защитами магические стражи только из особой комнаты ну-ка-ну-ка она пусто и не охраняемая любой может войти на есть риск быть поезданым госпожами но госпожа это в отличие от гульмов разрушаемые и изничтожаемые не так ли а это уже по хорошая такая поподробнее пожалуйста предложение могу ли я как-то увидеть не доделать голова так давайте попробуем еще раз я не уверен что прокатит диалог но знаете всякое бывает так нет это товарищ слишком привилегированный для того чтобы на такое клюнуть действительно несколько больше на моем списке послужено уже как минимум спасение невервинтера какой-то его части не то чтобы надолго но все-таки повоющая смерть многого стоит знаешь ли хитрым изъяном да это полагаю тоже неплохо ух огонь холод дробящие режущие колющие вообще-то я тут понимаешь гул мерками сражались если говорить об этом у меня есть электричество и у меня есть другие перчатки если я не ошибаюсь хинфиста акустический ром но это не то и не другое у меня правда есть также и стрелы может прокатит за это посмотрим бонус корона курище она дробящие есть у лину и она могла его использовать а я буду ее лечить ну да давайте так другие големы хорошо мне очень интересно посмотреть что в сундучишке за это спасибо как раз восполним запасыли до профессионализма если я не ошибаюсь и наверное можно уже более-менее закругляться знаете ли и в процессе я буду защищать потихоньку эти подземелья изничтожать всяких вождей и сделаю то же самое с планами остальных уголемов чтобы заложить такую не то что мы можем замедлить действия но такой хороший эксплуат уезжай с компьютерной тренировки игра уязвимость который можно будет воспользоваться куда я с тобой еще не закончил победа за нами да пожалуй что победа действительно за нами они думаю что у них есть что-то а да только такие штучки переводные на тот случай видимо есть если я не нашел первым же такую штуковину могу ли отдохнуть привет привет я тоже прямо в восторге от тебя и как насчет как насчет да во-первых я не белый раб во-вторых есть вопросы и я не думаю что ему интересно это крайне крайне мере меня то интересует первую очередь скорее другие вопросы тем более что в книжице посвященные перемещениям о времени где-то здесь она была да вот это было написано что все равно стягать вещички нельзя к сожалению между временными такими планами и пространствами ну в принципе у них одни и те же недостатки ну давайте попробуем так и если я не ошибаюсь третий клиент находится прямо здесь верно так что залог у него будет прямо таки синхронный и если я конечно не ошибаюсь это тоже не сработало разумеется давайте дробящее оружие приветствую и можно при случае переделать все это счастье конечно же рабы о ничем таком не слыхали в принципе нам больше здесь ничего не нужно верно древний вызыватель а это кто заключенный давайте-ка разделаемся к сожалению заключенного нельзя было спасти достаточно поскольку он слабенький его судьба была разрешена но прошу прощения зато мы можем указать этих владык которые сгинули спустя столько лет арфа очарования не знаю что такое место нет разберемся потом может быть и теперь я вернусь назад по крайней мере таков план а не ребята у меня немножко планы изменились то есть конечно мы вернемся и всякое такое но я тут сохранился немножко и есть мрак и мне интересно с ней поговорить поскольку она вроде как не собирается меня изничтожать сразу а если собирается то мы можем просто загрузиться а я могу тебя на месте оприходовать и пустить на сумке из не крокодильной кожи но из ящерной тоже ничего знаешь ли наследница трона наследница трона редко встретишь может потому что я не раб конечно делиться она не собирается а правда что привет чувак ты думаешь я тебя не вижу а я тебя вижу а с этими ящерками небольшими я разделался в подземельные части и теперь решил вернуться для того чтобы изничтожить его одну а теперь я могу сделать то ради чего я собственно говоря и пришел а именно посадить это самое то есть 7 если я не ошибаюсь сюда только могу ли я что-нибудь на этот счет сделать грязь и сорняки а да вот у нас как раз и не диалог и время определенно покажет но также время показывает тому то что визу заканчивается и если кому интересно видеть это счастье дальше то вы можете подписаться на канал если вы этого еще не сделали чтобы получать уведомления о новых эпизодах в том числе и этого прохождения которое будет длиться еще довольно долго если видео понравилось можно также нажать на кнопку нравится и поделиться где-нибудь им на просторах интернета так как это очень даже помогает каналу ну а я отправлюсь в более настоящее хоть и не менее фантастическое время с помощью наших дорогих артефактов и увидимся мы с вами в следующий раз и в следующий раз и и и и